здравствуйте дорогие земляне хочу рассказать как живут первые колонизаторы на марсе это просто фантастика вообще невероятно то здесь вот это толпе о смотри верблюдики ребятки мы поехали из этого отеля и здесь такие серпантин и просто это шок наши родовы только на первую передачу и она не разжизнать мы находимся ниже уровня моря на 24 метра нафигеть по серпантину 2 поэтому там и водопады эти спады а там и сзади ну по земле практичка чувак ну это жезнь конечно я хочу на дорогу построить в личном качестве вон наш оттен там справа да, вон там где-то вон там ну так, вторая передача что переключаешься на второй передач? ну, первая передача, что я? ну, первая передача, что я сразу сдох и опять на первую надо, да? ну, а тут второй а, первый, второй да, второй да, нарядный слипантин у нас вон там вчера сварил такой ну, куда-то сюда поедет а вон нас не спускали вот вчера ага вот такая горочка там вперед вот горды такие нормальные вот такие вот здесь примечательности а места здесь Смотри, вот здесь прям как на Канарах, пейзажах, влавовое поле, узенькая полутороколейная дорожка, и никого вообще не души. Ну что, что говорить, мирное море, оно и есть, и мертвые дворы. Дороги прям такие стремные, стремные, хорошо, качество идеальное. Машин вообще нет, наверное, не скучает, не похоже. Лис, Лисен, что ты там? Ты че, а, жарко? А сейчас? А узень какой-нибудь, волька. Пап, скажи еще раз эти свои эмоции. Да это охренеть, я такого крутого серпантин еще в жизни не вижу никогда. Это реально прям страшно. Огромный уклон, дорожки узкие, без всяких ограждений. Здесь же ничего, а вот там вообще с участок такой, 180 градусов, поворот. Там не разведаться невозможно, узень какой-то. Да, ну на первой передаче, на пониженной едут, аж первая, знаете, тормозами, это машина. Машина древняя, ушатная. Ну, опять течечный язык такой. Во, во, во. Тоже, укроп, охренеть. Ну, летаешь, на первую, без. Если что, не, 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 мы сейчас так вот, охранимся в Пормион. Ну, это охренеть. А у нас опытный водитель. Есть хопотины, конечно. У вас уже поля смотрят, знаешь, с цепухой, если бы вам. Да. Лучше засыпать. Ну, как они за ружью строят, понимаешь, здесь. Слушай, с такой у нас на канарку идут. Ну, сколько этих цепатин, ну, сколько наехать, лучше. Такой первый раз. Да, у нас так, чуть-чуть. Че, Орюс, у тебя солнышко так и светит, да? Ха-ха-ха. Какая-то деревня. Ага. Купальщика-то ни одного нет, я не вижу, чтобы кто-то купался. Смотри, Сергей, я знаю. А, он самый крутой купальщик, по-моему, пройдет, да? Придж. А, ссу. Ты хочешь искупаться, чтобы вся водичка держала, да? Но мы попробуем найти такое местечко классное. Я уже не могу терпеть. Едем вдоль берега Мертвого моря. Но что-то с местами для купания здесь как-то проблемно. Пока не видели таких мест. Ну, будем искать. Мы остановились на трассе. Увидели офигенные видочки вот такие. Вот, и решили искупаться в Мертвом море. Тут вот такой вот сейчас я вам покажу. Тут есть спуск. Ладно, в общем, надо садить. Максим, сейчас идем вниз. Вот, и спускаемся. Виды, конечно. Смотрите, какие флантические виды. Прям вау. Народ там купается. Тут душевые есть. А. То вон сейчас там на этом, на берегу положим и все. Да нет, не улетит. Я же там рядышком буду. Вау, Алиса. Ну, ты что, твоя мечта приближается, да? Идем вот сейчас вот по камушкам. Такого здесь, конечно, оборудовано нету спуска. Короче, дикий пляж. Достаточно так, это, далеко надо идти. Туристы здесь всякие разные. Нет. А у меня же пока интернета нет. Я просто это... А, кстати, можно прямой эфирчик замутить, да? Давай. Ребятки, мы скупались вон в той. Лужи соленый. Ну, что могу сказать. Конечно, поприятнее, чем баскунчак. Такая она красивая, вся такая глазурная. С соляными такими берегами. Песочек, главное. На баскунчаке там соляная скорка. Вот. А здесь там такой песочек, камушки, прям ништяк. Алиса вообще в восторге. Она там плывала. Ухи поганые. Ухи. Ну, и короче, это... Ну, омрачает все местные барыги, как всегда. Что он в баскунчаке. У него совершенно охеревшие там. На свои мотоциклы души берут. Там какие-то безумные деньги. И здесь тоже. Мы сначала спросили наверху, почему души. Сказали, три динара. То есть где-то 350 рублей, говорю, говорю. Человека. Вот. Внизу спрашиваю, говорю, почем. Он говорит, пятак. Тебе ребенок бесплатный. Ну, а херст не думаю. Пятак. Переплачу 200 рублей, чтобы не идти соленым наверх. Потому что так достаточно неприятно. Помылись мы с Алисой. Он такой, говорит. Ну, идите наверх, там вас встретят. И десяточку с вас возьмут. Я говорю, почему десяточка, наверное, за пятерку, говоришь. Не, не вот такую, говорит, десяточку. Ну, конечно, послал. Он нахер. Не знаю, сейчас будут разборки там наверху. Будут десяточка требуется. Ну, я им ничего не дам. Пошли в жопу, разводил. Ну, в общем, прикольно. Ну, уже второй день подряд мы убеждаемся, что сервер здесь, конечно, хромает. Все небогоустроены. Барыги везде. Короче, такая вот тема. Над Израилем спущаются тучи. А в Ордане все прекрасно. У нас солнышко и температура плюс 30 градусов. Короче, иорданцы тут не изморачиваются с выравнением профиля дороги. Как вот есть дорога идет, они такие горки делают. И тут прыгаешь только вверх и вниз, вверх и вниз. Но зато хоть дорога есть. У нас бы была бы трунка какая-нибудь убитая. А тут прыгаешь с горки на горку. Ну, дорожки, правда, такие узенькие. Это очень нецвильстые. Как раз с горки. Так, ох, ох, и еще. Невесомостью физ. У меня вот еще горочка. Очень похоже, что я делаю на Марокко. Прям. А дым-два дым срущит. Так, дорога раздваивается. А я сейчас навигатор посмотрю. Опять тут адовые серпантины. Короче, иорданья страна адовых серпантинов. Тоже второе место такое, где прям круто-круто. Такого не видел ни на Канарах, ни в Боливии, ни в Марокко, ни в Киргизии. Это реально прям жесть. Здесь хоть ограждение есть. Но у Клоды просто адские и тещины языки. А сейчас тещи икает. Вот показываю вам романтичный серпантинчик, который мы сейчас поднялись. Вообще просто огнище. Это вот его самая малая часть, такая не очень крутая. А там дальше вообще адовая жизнь. А у нас ведро вообще не едет. Максимум на первой передаче так нужно ездить. Чудо автомобиля Ниссан Сани. За суваненком подружиться. И по радуге промчаться. Прямо выуртан. Ай, лошу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я люблю тебя, Ирданин! Ю-ху! Ю-ху! Кайф! Все, погнали, ребятки, дальше. До встречи. Нет, Надеюсь. Надеюсь, здесь пижажи, крышешностные. Как говорят, Виталик, бомболейра какая-то. Бомболейра? Бомболейл, да. Похоже, да, прям на Канары. Ах, этот. Что же такое? В Гран-Канаре. Такие камни. Ну, вообще. А я тут только горячусь, в принципе, первую и вторую передачу. Хажа, а? В ведро не едет, ни хера. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Максим туда говорит, как можно на этом... Как можно на этом тазу ехать? Облигатор пишет, говорит, через 40 минуты будет. Я такой, видимо, серпантин. Ну, думаю, да, тут не 40 минут, да и полтора часа все будет. Так тырки-пыркишь с первую на вторую. Так. Разъехаться с бомбом. Ха-ха-ха. И резина у нас все лысая. Абсолютно. Периодически облазит, срабатывает даже на чистом асфальте. Я проехал на пониженной, даже с горки езжу. И ручник. Держу, наготове. Тоже хера знает, тормоза. Ну, и там живые, не живые. Офигеть, смотри, какие горы прям такие. Это на Кипре. Ну, и как-то тоже у меня на Хонде. Тормоза полетели тоже на серпантин. И в итоге пришлось спускаться с гор в город. Без тормозов на решеньке надо. Было весело. А ребенок у нас включил машину времени. Чтобы из точки А попасть в точку Б очень быстро, да. Там... Она улеглась, и все. Так, кажется, мы перелом преодолели. Сейчас чуть-чуть ловлю внизу. Я смотрю, даже свеженький. Человек занят обеду. Ну, второе, опять едем. Так, точный язык на первую. Ну, вот это дорожки, я думаю, прям одно удовольствие. Так, BMW какой-то. Или какую-то малышку, типа ровера. Был вообще кайф. Все на этом. На ведре ездить. Я не могу. Бедро, таз. Что еще? Тазик. Решеток. Не, ну, она мешает. Уже не сгнивает. Так. Ну, что, вперед, продалимся. Это еще извиня. О, да, все. Привет. Нет. Там, по-моему, дальше вверх. Так, второе. Вон там такое ущелье. Знаете, ограждения закончились, старая вещь. Деньги кончились. Мы приехали на очередной отель. Какой-то кемпинг-парк. Сейчас покажу. Вот. Идем заселяться. Вон там Алиса с Максимом идут попереди. Вот они вот эти вот кемпинги. Посреди вот таких вот гор. Еще вау. Вау. Нету. Алиса, привет. Вот, смотрите, у нас тут шкафчики. Бедрум. Алиса, ты где будешь спать? На нашем бедруме? Да. Чайничек с холодильничком. Что у нас там еще имеется? Тут четыре подушки. И тут еще прям туалеты, ванны, души, полотенца и все у нас есть. Папа, давай пятюню. А должны были жить в номере без туалета. А, то есть там вообще у нас... Ушатаный, да? Ну, палатка маленькая. Класс. Да. Класс. А теперь немножко пройдемся по территории. Ну, как я уже сказал, мы должны были жить вот в этом маленьком. Там туалета нет. Туалет там типа общественный где-то должен быть. Все, она где бать встанет. Ну, здесь такая зона релакса. Вечером все вот из скалы должны подсвечиваться к лампочкам. Вот там, видите, провода висит. Там лампочки идут. Будет красотища просто. Фантастическая. И вот дальше там, как-то походу. Ресторан, не ресторан. А, вот ресторан старый пещера называется. Может быть, учеником-то сходить. Круто. Вот это вот больший пещер. Круто, в одном из них мы живем. Это считается одним из таких лучших кемпов относительно бюджетных. Здесь вот лобное место. Сейчас вечерком, наверное, костерчик сжигают. И люди в дудоньку в дудоник. А вот и туалет. Душевые, туалеты. Ну так чистенько, цивильно. Пошли, али, в туалет. Я тут решил, макарошки приготовить. Настаю пакет с вермишелем. А он херакс рваный оказался. Вермишель на пол выспался. И вот теперь пилигримы собирают. Ну так бомжи и живут. Ну у нас плечку там с костерненькой. Нажал? Снимаешь уже? Да. У нас сегодня день рождения нашего самого главного пилигрима. И мы его с Алисой и со всем миром поздравляем с днем рождения. С днем рождения тебя. День рождения буржуй такой сериал. День рождения тебя. С днем рождения бомжар. Пилигрим. Пилигрим, у тебя день рождения. Оставайтесь сюда таким пилигримом, зажигательным. Рубарным, шутным. Я тебя люблю. с днем рождения Мы с тобой подарили подарочный сертификат на включение тайских женщин в салоне СПА акватория. Короче, мы с ним вдвоём пойдём. А, ты пойдёшь со мной? Да. Я думал, там с тайским женщинами. Он с тобой спа на дворе. Ну тогда и что, лучше даже. Что, выключать? Я расстроил сначала, думал, там тайские женщины, а с любимым женой. Всё наше приятное время. Выключать? Выключать, да? Да. Выключать. У нас именинник режет помидорку. И огурчик тоже. А сейчас я вам покажу, как у нас пилигримный напиток. Прям настоящий. Вот не такой пилигримный, а более пилигримный, который крепенький. Сейчас я вам покажу, как у нас варятся макарошки. Сюда мы поставили плиточку. Туда макарошки сейчас кинули. Они у нас отварятся. У нас будут макарошки что Алиса? С чем? С моим любимым мясом тушенкой. С тушенкой, да. А потом пойдем в кафешку, да? Да. А еще мы когда заселились, Максим, расскажи, как там чувак тебя спрашивал, что у вас завтрак, не завтрак. Чувак говорит, ну что вы завтра будете? Ужинать там, я говорю. А что, говорит? Ну что, на них пришли? Нет, ты спрашиваешь не плату. Я говорю, а сколько? Он такой там, 1600 человек. Не, не будем, он у меня так смотрит. Молодец. Они же не знают, что мы готовы. Да, они же не знают, что у нас плитка с собой. А вон смотри, муха к нам прилетела. Вот она сидит. О! Вот она. Муха. Ну пусть отсюда. Везде эти мухи. Пусть. Пусть. Алис шоколадку убирай, а то будет как будто мы на... Какашки. Как будто, да, какашки. Алис, убирай. Ты ночью поспал? Шоколадку убирай. Пусть просыпаюсь в одиноче. А я весь гавну что-нибудь. Да. Ну вот, я испугался, ну что я обкакывался ночью. Пахну пробую посольку. Шоколадный заяц. Вроде не гавну сладкой. Хотя я не знаю какой гавну на вкус. Да. Что-то сладенькое, да, оказалось? А еще вечером до конца посиделись. Прилегрим хорошо. Я не помню, что было-то. Думаю, как я мог обкакаться так. По-моему, саляшка вся тоже коричневая. Думаю, не точно обкакалась. На вкус уже не пахнули. На вкус сладкая. Оказалось, конфеты они себе оставили. И я ее растопил своей попой. И спал на ней. Вот романтика, да. Максимушка, а сделай, пожалуйста, тушенку открою. Я там. Уже пора макарошки делать. Алисенька, убирай шоколадку. Алиса, отдай папе, пожалуйста, напиток пилигримов. Да. Поухаживаю за папой, налей папе напиток пилигримов. Вот сюда? Да. Сейчас у нас будет праздничный ужин. Я вот тут колбаски копченые из дома принес. Сырку мраморного. Иорданские помидоры. Милочь. Огурчик еще там есть. И Алиса за мной ухаживает. Напиток пилигримов наливает. А, и свои макарошки тушенкой. Короче, здесь налаживается. Вы в ресторане? Да, спасибо. Вот вам еще. Ну, Алиса, тебе тоже праздничное было. Спасибо. Сырку. 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 Не знаю. А вон ж вилки лежат. Ты нашла? Я нашла. В моем чемодане покупали. В моем чемодане? Да. А, ты же там напихала правильно. Я же тебе говорю, не пихай, ты их напихала. Вот теперь узнаешь плоды. Покушать. все надо сначала выпить за родители так сказать родитель спасибо что меня разделе это был очень хороший поступок правильный она подсоединяется этому правильный поступок родить меня у нас тут огонь и sunset народ там забрался на сам вершин горы и оттуда втыкает как он-то забрались непонятно вообще прям еще огонь и огонь и такой заказ класс это же просто какой-то праздник сейчас алис я пойду солнцем а вот тут и ступеньки вот такой у нас тут огонь и закат этот наша стоянка перед отелем это лист уже фоткает и у нас скоро будут зажигать огонечки на скалах а это наш запасы воды душный душ мы отсюда водички пользуюсь а здесь и раза класса сумасшедший картинка мобиль кальян пришли мы тут типа кальянную зону такую супер шикарный просто романтично здесь даже такие благовония есть сейчас мы закажем шишу нам тут чайку принесли вообще мега супер в sync умнее мы их слушаем maybe большая моя улыбашь Оранжевый минт, может быть. Лимон с минт? Может быть. Семьдесят динар. Лимон с минт. Кошечки пришли в гости к нам. Короче, я тут заказал себе дудоньку. По дудоньку через день рождения. Мы принесли с собой гадрунский напиток. Алиса нас играет в рогу на фоне кальянов. Тут наконец-то интернет появился, да. Короче, у нас тут огонь, там чаёк носят. Играет муж, кошка ходит. Совершенно романтичный день рождения. Да, любимая? Да. А любимая, смотрите, как она красивая. Вообще, какой-то праздник. Смотрите, как она мне любимая. Смотрите, ноги, сисьги, голова. Всё, как надо. А дайте тоже под дудоньку. Под дудоньку. Знаешь, у меня дочь очень красивая. Дочь, ты у меня красивая. Дочь по нашей рукой. Скажи всем привет. Привет, ребятки. О, он что и поёт там этот. Наш дудонька бедуинский. А, класс. Вот это вот день рождения удался, я считаю. В полумёртвом море искупались. Дудоньку поддудули, кошек посмотрели. Где кошки? Кошки пошли. Они обратно уже пошли. Короче, жизнь наваживается. Тут народ с обеда, вернее с ужина пришёл. Сейчас тут будет толпа. Все будут здесь дудонец. Короче, ребят, всем спасибо за поздравление. Они очень здорово, очень приятно. Алиса, смотри, какие лампчики зажгли. Это просто фантастика, вообще невероятная. Реально, реальность. А сейчас я думаю, какой тип световой шоу, что ли будет адекватно. Да? Да. Вон они что-то там все собрались. Это вообще просто мега круто. Охренеть. Охренеть, вообще так круто. Охренеть, вообще как круто. О мой гад. Это невероятно круто. Короче спросил, говорят, что вот это вот цветовое шоу всего один час длится, то есть вот это волшебство невероятное, просто фантастика, ну потому что это реально дорого, как бы они тут от генератора питаются. И поэтому нас пригласили, чтобы мы посмотрели на все это безумие, это вообще просто какой-то фантастика, вообще невероятная, представляешь, они в каждую дырку лампочку ставили, представляешь, какой адский труд, там видно сколько проводов идет, это вообще безумие абсолютное, а у меня прям мурашки и слезы наворачиваются. Кайф, вообще супер. И меня видишь, хозяин меня по-русски спрашивает, типа как дела, я говорю, отлично, он говорит, супер, класс, я вообще в восторге. Алис, пошли. Кто здесь? Ой, верблюд. Дарова, брат. Че, как че? Да ты, мы садки. Чуть грустно здесь, да? Алис, ты в шоке? Где вербульский блюд? Ну, смотри, какой я тут. Во, вербульский блюд. Ой, ты только не плюйми, хорошо? А то будет прикольно. Ну что, мы забрались наверх тут скалы, открывается вид наш кемп, это было непросто. Алис, ты у меня смелая девочка, ты у меня по скалам забралась. Вот тут вот Ваховский домик по 8 тысяч рублей, вот такие палаточки. Я мол, здесь вот по скале забрались. Это реально было стрёмно. Но мы же легкий пути не ищем, каждый зато у нас вперед за такой охрененный вид. Я так думаю, наверное, должен быть интернет. Доброе утро. У нас сегодня завтрак. Мы, правда, опоздали на этот завтрак, да, Алис? Нам сказали, что все, уже можно идти домой. А потом сказали, ну ладно, ребята, мы ради вас накроем стол. Нам накрыли такой стол. Принесли вот, что это, хумус, да? Да. Хумус, огурчики, помидорчики, сухофрукты. Олес, тебе нравится? А вот это знаете что? Что это? Нутелла. Моя любимая. Найду, какашки. Папа, тебе нравится? Да, сейчас хумус, может, попробуем. Это что? Это хумус. А это изюм. Пробуем. Это виноград сушеный. О, виноград, я обожаю. А у нас там ливень такой идет вообще прям. Мы только прям успели, этот ливень идет. А ребята прям там вот этот поднос принесли, накрытый, под дождем. Что, господа, настало время попробовать хумус. Я никогда в жизни его не пробовал. Я даже не знаю, как его едят. То ли прям ложки в рот класть. То ли на хлеб. Кто из них кто? Это оба хумуса или это что-то разное? Ну, на минуту это все-то фумус. Прям страшно мне. Ну, оно с маслом прям копает. Бля, как это. Как горохную кашу с горчицей. Бля, как идет вообще. Угол. Ну, это национальное блюдо. Че, а? Бля. Острое, да? Нет, как горохную кашу с горчицей. Нахерачили. А я даже пробовать не хочу. Может, это масло какое-то? Ну, не хочу я даже пробовать. Мне кажется, мало кому заходит это все. Нам везет, как утопленникам практически. В пустыне раз в году дождь бывает, и мы тут попали. Ливень на день или на два даже обещают. Вообще жесть. А нам все и в Петру ехать. Теперь вот не знаю, что делать, если такой ливень будет. Мы тут пришли на завтрак, а он до девяти утра только. Они говорят, ну, вон, мы сейчас принесем вам. И мы принесли под дождем, так и прибежали. Завтрак нам принесли. Хумусы всякие. Омлеты. Крутяк. Хумусы попробуем хоть раз в жизни. Да тут адовый трэш. Ливень прям идет мощный такой. Сбор, такие потоки текут. Офигеть. Приехали в Петру. У нас тут идет ливень по-прежнему. И вот видите, парковка Петра. Смотрите, сколько там автобусов. Это просто охренеть. Столько там народу в дождь. Жесть. Добро пожаловать в Петру. Смотрите, сколько народу. Там автобусов, это просто жесть. Вон китайозы там идут даже. В основном опять итальянцы. Это, короче, адовый трэш. Добро пожаловать в Петру. Добро пожаловать в Петру. Ребятки, мы приехали на Петру. Стопримечательностей. И вот ждали такую штучку, в которой сейчас будет двигаться. Машина. Единственное правильно называется. Вот таким вот навесом. На улице у нас сейчас дождь идет. Алиса, как тебе? Дыши за папу. Вот, народ идет пешочком, а мы поехали. Папа, как ты? Обешен. 50 динаров, да? 45 тысяч. Вот за то, что нас покатают по всем этим делам? В одну сторону. В одну сторону только. Я думала у нас... Офигеть. Сколько? 33. Ну, вот, смотрите, под ногами вот такая вот. То он до конца не довезет. Дальше там или на острове. На острове? Да. А обратно еще дороже. Все, приехали, что ли? Все, приехали, что ли? Он был миллионер. Он тоже был миллионер. А, это он рассказывает. Что, как-то? О, нет. Ну, короче, мы пилигримы. Еще те, да? Еще те, да? Да. Ну, а мы продолжаем наше движение. Мы думали, нас высадят в самом начале, а нас везут прям вот по всем достопримечательностям. Так, в принципе, нам свезло то, что мы под крышей едем, потому что погода вообще на самом деле нелетная и даже прохладная. Давай их платят. Давай их платят. Давай их платят. Давай их платят. Что значит? Ну, попрос. Значит, 45 тысяч рублей. Ну, вот нам поэтому и свезло. Давай, давай, давай. Давай пятеним. За то, что мы ездим в комфорте. Это на одну сторону пока. А сейчас обратно надо будет. А ты думаешь, там обратно сюда тоже нас будет платить? Нет. Ну, короче, нам свезло, потому что вот папка раскошелился. Вот мы сейчас останавливаемся на всех вот этих вот точках. Нам рассказывают про историю. Тут водичка была. Да, сейчас, Алисея, я поверну тебя. О, вот тут водичка. Вот, видите? Да, вот здесь вот водопровод был. То есть раньше прям там вода текла. Один секунд. У нас клукатайки везут внутрь ущелья и делаем остановки на фото. Алисея. Просто водки. Вау. Все в шоке. Польга Паун была ажурмальная, бескураженная. Но, как я уже говорил, мы не потеряли Асан, да? Если есть Асан, то вы не представляете, как это было здесь. Да, согласен. Видишь? А, это не Горданский. Сюда. Сюда. Вот наша очередная остановка. Да, тут уже нету. А вон здесь. Идем. Ага. Алиса. Алиса, идем тебя еще фоткать будут. Идем. Вот. Тут наш гид ведет нас в такие места, где можно пофотографироваться. Алиса. Сейчас Алиска везде у нас будет. Принцесса. К счастью. Алиса. Алиса. Ух ты! Класс! Алиса. готова держись алиска покатается сейчас нравится вот и опять поехали вот такие вот двухминутные остановочки для колорита слушай ну если бы пешком шли бы вообще будет здесь офигели бы наверное и сколько мы уже минут 15 наверное едем уже полчаса да а если бы это все пешком это я не знаю сколько тут часа три-четыре наверное надо гулять огромный мы уже полчаса нам едем на гольф каре поэтому берем там я не знаю как пешком не сможете пройти фантастические места с погодой немножко не повезло дождь идет ну хотя бы не жарко хорошо алиска очень нравится носит как угоревать ребенка и дядя катается а я думаю ребенок прошел а я наш водитель катается крутяк все машинка нас покинула теперь мы идем смотреть главный храм вот раньше все люди едут в петру повтыкать в петру повтыкать фотографироваться невозможно здесь толпа народа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вон их там сколько Конечно, там, чтобы все это посмотреть Надо дня три ходить Потрати кучу бабла Потому что каждый день стоит новых денег В общем, удовольствие очень дорогое Это по ощущению Петры Сами билеты стоят очень дорого Плюс еще мы за машинки отдали И, честно говоря, не особо впечатлило Но, наверное, все это из-за погоды И вот этой дороговизны проклятой И куча народа Братья-татары Мы вырвались из Петра Под дождем, под ливнем Добежали все мокрые, как курица драная И поехали сначала Навигатор на стадную дорогу повел А там подъем вот такой Больше 45 градусов Я конечно не смог заехать на этой машине Потому что резина высая Она шлифует и никто там не смог заехать Одни джипы только Пришлось разворачиваться Ехать как-то другой дорогой Здесь пробка галкая Вот Стекла запотевают Приходится печатать кондиционер А печки в этой машине нет Соответственно мы тут мерзли Мы такие намокшие Как голуби мокрые Как крысы Я Максу говорю, давай переоденемся Мы же все мокрые Он говорит, ну как же ты будешь переодеваться Тут ливень Чуть начерканул Короче, у нас весело Попасть в единственный дождь в году В марте месяце Это конечно Забавно Ну да, Максим спросил у одного служащего Когда там дожди Часто бывает? Да нет, ну 2-3 раза в год В феврале или в марте Вот мы как раз попали В дожди Да, и прям ливень такой И тем не менее Мы когда были на Петре А там вообще Толпы просто Народ даже не смотря на ливень По грязи шлепают По уши в воде Ага, мы просто не представляем А Лиза начала еще такая плакать Мне холодно Я говорю, Лиза, ты представляешь Если ты сейчас пойдешь Вместе со всеми По этой по грязи По слякоти Там прям реально Такой участок Такой дороги был С грязью То есть там Я говорю, так что ты еще счастливчик Да, Лиз? Потому что мы покатались Сюда-обратно Мы, кстати, засекли время Минут 20 мы ехали обратно А в ту сторону мы ехали Ну, соответственно, чуть побольше Потому что на каждом шагу Нас останавливали Показывали достопримечательности И все такое Вот такие вот у нас дела О, стекла как потеет Вообще И сразу пробки образовываются Вот удивительно Дождь и сразу пробки Во всех странах мира Такая дождь Сразу пробки Угу Угу Такие прям зрели Ливневки Менюшка Отпутевается А, офигеть, какой потоп Угу Уван там, видишь С гор вода льется И в ливнях Все сразу Угу Угу Ну, видишь, какой потоп Потоп Офигеть Едем тут под дождем А тут ветрячки Летились Такие огромные Прикольно Выглядит Как будто Исподнизу Оп Ага Их так много Офигеть вообще Алисочка У нас Степлилась По максимуму Мы сейчас Едем Под дождем А в машине Получается Отоплений Нет И мы После Петра Промокли И сейчас Полностью Переодевались Алис, тебе сейчас Тепло? Все? Нормально? Все хорошо? А Ну, сейчас будем искать Алис Телефон Алиска Где-то в машине Лежит И мы его Пока не можем найти Ну, в общем, мы сейчас Едем Опять Под дождем К пустыне Лежит Точно так же Льет Видимость Вообще Практически Не нулевая Но Очень Клоп Надо славить И по прогнозам Ожидается у нас Да, часу ночи Вот такая вот История С дождем Когда принесли В такой ливень Не попадали Да, Максим? Да, особенно в пустыне В пустыне В пустыне-то вообще Конечно, редко Макс, месяц Вообще никогда Дождь не бывает Прорывную дождь на два дня Это аномалия Да, ровная Хорошо, что снега нет В машинке Кстати, одно Включил габариты А второй Не включает габариты Это что-то странное Он не соблюдает Правила Почти не грязь Попали Дождячок Ну, зато Через Парк дней Обещают Солнышко И 23 градуса Въехали В азерам Дождик у нас вроде Подутих Можно даже сказать Закончился Но еще не факт Что не продолжится Места, конечно Очень красивые Такие Город с фиолетовым оттенком Вообще Обалденно Особенно В дождливую погоду Так забавно Смотрится Вот у местных Забавок Они тут по грязи Резвятся А мы вот Переезжаем Лужу огромную Так Дайте мне видео Да что ж такое Убери Убери Мы тут Переезжаем Огромную лужу А пацаны Развятся В пустыне Смотри Потоп Офигеть 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 Дичь какая-то Добрались мы До деревни Тут в Азерам Где у нас А недалеко отель Тут специальная Такая парковка Для Клиентов Нашего кемпа И куча У них Джипов Халюксов Трансфер Вот нас забрали Вещи Погрузили Под дождь В кузов Пикапа Сами едем Без дождя Под крышей Это отлично Да я тоже Пришевала Что мы будем Эту здесь Ближайшая Деревенька Сюда можно Ходить За покупками Здесь интернет Есть Ну все Въехали В пустыню Переедем До нашего Кемпа Да Цвет конечно Вдивитель В Египте Такого не было Красотища Пустыне Тут Все Размыло Вдажды Реки Реальные Сейчас будем Через реку Переезжать Вон там Уже Пикапчик какой-то Подъехал И едет В той реки И вон еще Две машины Тоже Думаю Как ехать Ну у нас Крутой Халюкс Поэтому нам Не страшно Как этот Серый волк Так Приезжаем В реку Огонь Так Так Я еще не ездил По пустыне По речной Пустыне Так сказать Класс Наш профи Водитель Ну Прям Специально Ради меня Старается Наверное По реке Едет Класс Класс Вдетцы Выребьютифульно Так Включаем Нижную Огонь Ну заодно Машину Помоет Правильно Все Она вся у него Поговнела Класс У них тоже Развлекуха Раз в год Хоть поужин погонит Как дети Малые Шикарно Подъезжаем Кэмпу Шарами А кстати Может и наш Фиолетовый Похож А где же Тут Аиш Аиш Ну вот Значит наш Да Что-то Жизнь Какой-то Другой Вот Наша Шатри По центру Оранжевый Наверное Может нам Опять Апгрейд Сделают А вон там Видно Зунставовый Приехали Короче Приехали мы Мэми Раиши Кэмп Это самый Типа Крутой Кэмп В Азерам Здесь Вот эти Шарики Они Баснословно Дорогие Я что-то Как-то Не осилил Мы Взяли Вот такой Типа Бомж Домик Затем Junior Сьют И вот Сейчас Покажу Как он Внутри Ну Так Закосом На Бедуинскую Роскошь Ага Султанская Кровать Типа Ну Он побольше Чего вчерашний Бедуин Кэмп Вот И такой Типа По лакшери Но Света Маловато Конечно Пойдемте Посмотрим На туалет А вот смотри Здесь По-дешакски Есть еще Эти Можно Их Одевать Халаты Я буду Сегодня Как Султан И вот Такой Туалет Тоже Бедненько Но чистка Горется Короче Дождик Нам Сегодня Подосрал Весь Кайф Мы Даже Не сможем Оценить Всю Красоту Эту Отель Еще И ночью Наверное Будет Звезд Не будет Видно Можно Сказать На ветер Потраченные Бабки Блин Кто Знает Что Раз в Году Дождь Мы На него Угодим Ну Вообще В принципе Классно Дай Пацаны Ну Конечно Так Брат Байга Правильно Нормально Лакшери Вот Подожди Сейчас я Включу Али Сними Как мы С мамой Кушаем Видишь Там Подальше Тадишь Видно У нас Да Видно Уйдет Да Короче Здесь Получился Таргей Выброси Дождем Дебильный Мы все Промокли Насквозь Петра Нам что-то Как-то Не зашла Из-за дожды Из-за этого Вообще Да Из-за этого Что-то Все Соборолось Мы все Переругались Пересобачились Ну Не то Что Пересобачились Ну Так На Нижеке Короче Мы были Да Приехали Боишь Что тоже Дождь Что-то Как-то Неуютно Не кайфово Мне кажется Нам надо Подлечиться Чтобы Настояние Поднять Чтобы Промчаться Да Давай Подлечимся Вообще В целом Все Мне Прям Очень Нравится Там Жаский Вариант Колбаски Помидорки Подрежу Мы сейчас Включили Обогреватель На 30 градусов Поэтому Сейчас уже В комнате Становится Тепло Поэтому Мне уже Кайфово Давай Едем Вот так вот Вариант У нас Помидорка Лавашка Купил И колбаски Саратов С сырком Еще Повез Доедаем Еще Саратовские Варианты А саратовские Продукты Алис Тоже Хочется Кушать Мы Поставили Макарошки С тушенкой Варить Как хорошо Что у нас Деньги Алиса Она Очень привередлива В еде Почему Мы с собой Взяли Плитку Потому что С нами Ребенок Потому что Так-то Мы Могли бы И без Эти Плитки Обойтись Алиса Же любит Макарошки Да? Да Макарошки С тушенкой Мое Любимое Мясо Да Так Пришли Мы На ужин Наш Шатер Романтичный Ну Хлоп Вот Так Вот Здесь Пространство Офигительно Король Какой-то Как обычно Жрать Нечего Единственное Удивительное Что Спрайт Скова Раздают На халяву Такие-то Всякие Фруктики Куча Всяких Салатов Закусок Десерты И Это Заметьте Ужин И Переходим К Главным Блюдом Тут Рис Это Единственное Что Можно Жрать Это Какой-то Тут Тоже Хус Опять Хус Вот Это Единственное Что Можно Жрать Какое-то Непонятное Мясо С Овощами И Опять Какая-то Шляпа Вот И Тут Ужин Жрать Вообще Нечего Беде С этим В Иордании Так У нас Время 11 вечера А дети Делают Домашние Задания В школе В таких Условиях При Свете Телефона Алис Пишет Прописи Дешевые Домашние Задания Делают Как Романтический Мам У нас Тут Макарошки Есть Завтра С собой Возьмем В машине Жрать А я Пойду У меня Домашние Задания Есть У нас Тут Хлебень Поваривается Клубнику Чувалится А доставай Домашние Домашние Задания В моем Чемодане Фляж Домашние 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 Помнишь Как в Перу Было Конечно Помню В таком же Халатике В кровати В отеле Говорю Я Великий Инков Мачу-Пикчу Как же Такой Забудешь Мачу-Пикчу 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 Иорданчу Мачу Иорданчу Мачу Посмотрите Как я умею Давай Класс А я Великий Мачу Иорданчу Давай Орданчу Домашние Задание А тут дети делают Домашние Мы не делаем Такое Задание Гольф Клаб Норму Норму Нажимаем Ежедневно Жалка туриста По пол-литра За каждую Норму Нажимаем Норму Настоящалку Туриста Домашние Мачу Иорданчу Все Прилепилось Все хорошо пошло Да Прекрасно Да У нас Утро в деревне начинается Смотрите Какой у нас тут Вид из окна Здесь Просто какая-то Фантастика Нереальная Опаньки Это просто Невероятно Друзья Сейчас еще Ухожу Вид Вот Такой вид Супер вид какой-то Вот Мои Любинки Тут Валяются Любинки Просыпайтесь Нажмут Великие дела Проснуться Вот С таким Вот Видом Бесценно Для Всего Остального Есть Карта БНБ банка И наличные Орданские Доброе утро Ребятки Пошлите На завтрак Покажи Какой рассвет Вот Такой рассвет Вот Наши домики Папу Покажи Вот Папа Смешной Да Обосаться Можешь А Вот Наш домик Сейчас Покажу Покажи Вот А теперь Горы Покажи Вот Вот Мама снимешь Видот Какой На камеру Алис дай маме камеру Давай Давай Сейчас Угу Так Так Здравствуйте Дорогие земляне Я хочу вам рассказать Как живут первые колонизаторы на Марсе У нас вот такое поселение Мы находимся На экваторе Этой Красной планеты Сегодня У нас Неплохая Погода Вышло солнышко Из-за марсианских куч И Вот Можете посмотреть Как мы живем Здесь живут простые Так сказать Обыватели А В таких силах В полусферах живут Дореволгированные Капитаны корабля Руководства И всякое прочее А В таких Усталах живут обычные Бомжи И Все наши Келонизаторы Ходят вот Такими палками Обязательно В таких вот Утсянских клубах И Сейчас мы пойдем Смотреть Как мы кушаем Еду У нас есть Отдельный купол Здесь все Бомжи собираются И кушают Пилигримы Ты хотела сказать Да Мы кладем пилигримы Вот они Затем Палку Чтобы Видно Везем На завтрак Ты Какой экскурсовод Еще Флажочек Надо повесить Алис Держишь Тебе Угу Тебе Телестка Выдирай Огонь Да? Класс Лизюша Выбирай Что ты будешь Что ты будешь Поделать Алисюш Выбирай что ты хочешь не надо не надо пальчиком а вот смотри теперь с персиком по моему вот вот это вот с персиком а вон с киви вон с киви будешь такой пойдем еще там посмотрим так я себе положить алис сегодня у нас завтрак получше даже вчера ужин был есть традиционный русский блин бы как-то картошку с сосисками ну и традиционный омлет так что сегодня гуляем все алисочка у нас сделала свой выбор и папа тоже сделал свой выбор вот здесь вот омлетик нам сделали свежеприготовлены картошечку с сосисками как тебя съедобно максимка алисочка что у тебя там ты мне расскажала с чем-то все какой у тебя джем там клубничные вау а тут еще какие-то какие-то хлопья заказала себе да короче у нас такой прям волшебный завтрак короче нам опять везет у нас сломался китайский электронный замок сейчас прошел учил взломать через окно у нас нишсяк как все просто открывается фен принес с собой сейчас будем ломать у нас такая история мы после завтрака пришли и номер не можем открыть сейчас пошли служащие там ключи нам пытались поменять ничего пока не получается перфоратор вот принесли короче стоим от алиса замерзла папа и укрывает шубкой овечей а я хочу в туалет короче стоим ждем о море погоды что-то братья куда-то убежали и все и нет их